Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но уже 15 марта 1939 года германские войска, вероломно нарушив Мюнхенский договор, внезапно вторглись в Чехословакию Обещанный Чемберленом мир для нынешнего поколения кончился Европа приблизилась к порогу мировой войны На рассвете 1 сентября 1939 года 62 германские дивизии, 2800 танков вторглись на территорию Польши 9 апреля 1940 года фашистская Германия, неожиданно применив морские и воздушные десанты, оккупирует Данию и Норвегию 10 мая немецкие войска, нарушив нейтралитет, вторглись в Бельгию, Голландию и Люксембург 15 мая немецкая танковая группировка осуществила глубокий прорыв французского фронта 49 английских, французских и бельгийских дивизий были отсечены от главных сил, окружены и прижаты к Ла-Маншу Немецкие войска вступили в Париж 22 июня 1940 года франция капитулировала КОНЕЦ КОНЕЦ Успешные военные кампании против Польши, Франции, Англии, Голландии, Бельгии, Дании и Норвегии усилили военную мощь Германии Мы получили огромные трофеи Нам досталась военная техника 92 французских, 22 бельгийских, 16 голландских, 12 английских, 6 норвежских, всего 148 дивизий Мы получили экономическую базу всей Европы Нет в мире армии сильнее нашей И вот теперь мы должны скрестить свой меч с нашим главным противником С Россией Задача Германии в отношении России состоит в том, чтобы разбить вооруженные силы, уничтожить государство Речь идет о борьбе на уничтожение Война будет резко отличаться от войны на Западе На Востоке жестокость явится благом до будущего Россия должна быть ликвидирована Срок весна 1941 года Операцию провести за 5 месяцев В нашей исторической хронике, в нашем фильме памятники Участвуют только реальные люди, только подлинные герои, жившие на самом деле на Земле Поэтому мы не будем интриговать наших зрителей и назовем сразу их имена Это Рудольф фон Шейля Ответственный сотрудник Министерства иностранных дел Германии Зашифрованный по кодовой кличке разведуправления Красной Армии Как ариец Ильза Штёбе Ильза Штёбе была известна в антифашистском сопротивлении по секретному прозвищу Альта Альта возглавляла группу разведчиков-подпольщиков И много важнейших шифровок с её подписью пришло в адрес центра В самое трудное время Великой войны Некоторых интересует, какая реакция на переговоры На Вильгельмстрассе не делают секрета, что переговоры с русскими не удались Гитлер разъярен в дипломатических кабинетах Только об этом и говорят Какой будет финал, что по этому вопросу думаете Мне кажется, что англичане могут считать себя избавленными от германского вторжения на острова Всё своё внимание Гитлер теперь сосредоточит на Востоке Понятно? Сегодня я подписал директиву номер 21 И назвал её план Барбаросса Когда начнётся эта операция Европа затаит дыхание Основная идея операции Немецкие вооружённые силы путём быстротечных военных действий Должны разгромить советскую Россию Нам недостаточно разбить русскую армию и захватить Москву, Ленинград, Кавказ Мы должны стереть с лица земли эту страну И уничтожить её народ Перед поворотным этапом истории Я освобождаю людей от держивающего начала разума От грязной и разлагающей химеры, именуемой совестью и моралью Природа жестока Следовательно, и мы тоже имеем право быть жестокими И если я посылаю цвет германской нации в пекло войны Проливая без малейшей жалости драгоценную немецкую кровь То я без сомнения имею право уничтожить миллионы людей низшей расы Которые плодятся, как насекомые Война, господа, производит естественный отбор Очищая землю от неполноценных низших рас Территория России будет очищена от своего народа И заселена немцами А сейчас начальник штаба сухопутных сил генерал Гальдер Доложит план Барбаросса Прошу, господа Основная идея Нанести удар по советской России Крупными силами К моменту нападения на Россию Довести общую численность вооруженных сил до 7 миллионов 234 тысяч солдат Наступление будет вести с тремя фронтовыми группами Группа армий Север Генерал-фельдмаршал Шестнадцатая и восемнадцатая армии Четвертая танковая группа Первый воздушный флот Наносят удар Через Прибалтику На Ленинград Группа армий Центр Группа армий Центр Фельдмаршал Фон Бок Девятая и четвертая полевые армии Вторая и третья танковые группы При поддержке 2-го воздушного флота Наносит главный удар На Брестском Вспомогательный На Белостокском направлении Задачей окружить и уничтожить русские войска В Белоруссии Группа армий Юг Фельдмаршал Фон Рунштет Двенадцатая, семнадцатая, шестая полевые армии Первая танковая группа И четвертый воздушный флот Ударами на Львовском И Черновицком направлениях Должны отсечь и окружить Крупную группировку русских В правобережной Украине Всего с учетом стран-союзников Для внезапного нападения на Россию Выделяется сто девяносто дивизий Пять тысяч самолетов И четыре тысячи танков Сопротивление противника Будет очевидно быстро сломлено Тогда в ходе преследования Следует быстро выйти к Москве Захват Москвы Необходим как в политическом Так и в экономическом отношении И будет означать решающий успех Надо скрыть от русской разведки Истинный смысл переброски Огромных людских масс И боевой техники С запада на восток Пусть просочится информация Что немецкое командование Перебрасывая войска с запада на восток Делает величайший в истории Дезинформационный маневр С целью отвлечения внимания От последних приготовлений К вторжению в Англию Одновременно Следует резко усилить Приготовление к вторжению На британские острова А с весны до начала лета Сорок первого года Организовать массированное Воздушное наступление На Англию Надо привлечь Внимание мировой общественности К району Британских островов И убедить мир Что вторжение Вот-вот будет предпринято Разработать несколько операций Которые бы не проводились А имели бы лишь Дезинформационные цели Мы заключим с Россией Долгосрочные торговые соглашения И познакомим русских С нашей авиационной техникой Даже продадим им самолеты Самых новейших типов Все равно до начала войны Они не успеют использовать Наши технические новшества Но сам факт Подобного доверия Должен подтвердить Дружеские отношения Германии к России Итак Готовность плана Барбаросса 20 мая Фельдмаршал фон Бок Помните Ваш удар в Белоруссии Главный На Москву Товарищи генералы Как прошла военная игра Кто докладывает? Докладывает начальник генерального штаба Генерал армии Мерецков Военно-стратегическая штабная игра Преследовала цель Проверить план прикрытия И действия войск В начальном периоде войны В основу обстановки Были взяты предполагаемые события Которые в случае нападения Германии на Советский Союз Могли развернуться на западной границе Состав фронтов Западной Синие 60 дивизий Восточные Красные 50 дивизий За синюю Западную Играл генерал армии Жуков За Восточную Красную Генерал-полковник Павлов Синие нанесли мощные удары Своими флангами Правым На Брест Бобруйск И левым На Вильнюс И Минск В результате Возникла драматическая ситуация Связанная с угрозой полного окружения И разгрома восточных И взятия Минска Причины успеха синих Внезапность Правильный выбор Направления Главного удара И умелое использование Численного превосходства Необходимо учесть Что у генерала Жукова На 10 дивизий Было больше Не забывайте Что на войне Нужно не только Арифметическое Большинство Но и искусство Командиров В чем кроется Причина неудачных действий Войск Красной стороны Оперативно-стратегическая игра Все же игра Товарищ Сталин Это как в карты Повезет, не повезет Сегодня ты, а завтра я Командующий Войсками округа Должен уметь В любых условиях Находить правильное решение Чего вы В проведенной игре Не показали Тем более Что ваш фронт Представлял Нашу Красную армию Есть желающие Выступить? Разрешите? Военно-стратегическая игра Показала, что Полевая оборона Красных была слабой Я хотел бы Высказать свое мнение О строительстве Укрепленных рубежей По-моему В Западной Белоруссии Укрепленные рубежи Строятся слишком близко К границе И имеют крайне Невыгодную оперативную Конфигурацию Особенно в районе Белостокского выступа Это позволяет Противнику Как и видно было Из игры Ударить из района Бреста В тыл Нашей белостокской Группировки А у вас на Украине Укрепрайоны Строятся правильно Я не выбирал Рубежей для строительства Укреплений на Украине Однако полагаю Что там тоже Нужно было бы Их строить Подальше от границы В военной игре Были отражены Последние действия Немецко-фашистских войск В Европе И даже был намечен Вариант главного удара По Советскому Союзу Через Белоруссию Но, товарищи Наиболее опасным Стратегическим направлением Следует считать Юго-западное направление Украину А не Белоруссию Противник будет стремиться Овладеть Украиной Чтобы лишить Нашу страну Важнейших Экономических Районов И захватить Украинский хлеб Донецкий уголь А затем И Кавказскую нефть При разработке Оперативного плана Весной 41-го года Необходимо это учесть Объявляется перелив Все свободны Жукову остаться Политбюро Решил освободить Мерецкого От должности Начальника Генерального штаба И на его место Назначить вас Товарищ Сталин Я никогда не работал При штабах Я всегда был в строю Начальником генерального штаба Быть не могу Политбюро Решило Назначить вас Сообщение из Берлина От кого? От Альты Руководящие круги считают Что война с Россией Начнется еще в этом году Предполагаемые сроки 15 мая 15 июня Ариис указывает Что о предстоящем нападении На СССР Он узнал от тех же самых лиц Которые ранее правильно Сообщили о вступлении Немецких войск В Голландию и Бельгию Держите глаза открытыми И не обманывайте себя Альта Еще шифровка Икс получил назначение В германское посольство Должен прибыть туда 10 марта Пароль и номер телефона Ему передан Навстречу придет В темно-сером пальто С книгой в руках В которую будет заложена Газета Датированная 10 марта Альта Этот Икс С помощью Альты Через Арийца Получил назначение В Москву В германское посольство Это очень хорошо Вот молодцы Это уже кое-что Реальное Пойдешь Навстречу Лично Он так и остался Иксом Неизвестным Антифашистом Патриотом В немецком посольстве В Москве Икс Занимал Ординарную Должность Но по роду Своей работы Соприкасался Со всей перепиской Германского посла Графа Фон Шуленбурга Икс в тот день Передал Что граф Фон Шуленбург Ездил в Берлин И встречался Там с Гитлером Там посол Заговорил О сложности Войны С Советским Союзом Гитлер Не дослушав Фон Шуленбурга Бросил фразу Я не собираюсь Воевать с Россией Никто тогда Не мог предположить Что Гитлер Сказал эту фразу Потому что Он не доверял Шуленбургу Вы должны Обязательно Влюбиться В японку После японки Вы не захотите Смотреть на европейскую Женщину Как долго Вы здесь будете Господин полковник От вас У меня нет секретов Дорогой Зорге Мы прибыли Инспектировать Японскую армию Как только Начнутся события На Восточном фронте Мы сразу Улетим обратно Неужели Война с Россией Случится так быстро Да Очень скоро Я думаю В конце мая Это время Окончания Сева В России Раз вы Предпочитаете Войну Любви Тогда Знакомство С японскими Девушками Отложим До следующего раза Как вы думаете Господин полковник У нас хватит сил Чтобы сразу Сломить сопротивление России Я боюсь Что мы вяжемся В затяжные бои И не успеем Покончить с русскими До зимы Что вы Господин Зорге Фюрер Полон решимости Разгромить русских Одним ударом Это будет Блицкрик По секрету 150 дивизий 9 армий Никто не устоит Спасибо Вы меня успокоили Покончить с русскими Покончить с русскими У дома ездила Какая-то машина Может быть Сегодня пропустить Ты солдат Сторожевой заставы Не забывай об этом Иди к рации До начала войны Остались считанные дни Шифруй по старому коду Прибывшие в Токио Немецкие военные Представители Заявляют Что война между Германией И СССР Может начаться В конце мая Германия Имеет против СССР 9 армий Состоящих Из 150 дивизий Рамзай Разрешите, товарищ командующий Да Наши летчики Посадили немецкий разведчик У летчика Нашли секретную инструкцию Вот Посмотрите Что это? Инструкция по сигнализации Как опознавать немецкие самолеты Во время операции С войсками и флотом В Англии В Англии Вот видишь, Владимир Евгеньевич А ты все тут Панику поднимаешь Но это может быть Ложная демонстрация Ты на штаба должен Стратегически мыслить После империалистической войны Немцы никогда На два фронта Воевать не будут Не случайно Они с нами договор Они нападение подписали Им сейчас Англия нужна Англия Ну а если полезут Знаешь, меня танкиста Не зря на западный Особый округ поставили Как ударим До Берлина отлетят Что, хмуришься? Вы же знаете, товарищ командующий Все танковые дивизии Находятся в стадии формирования И в основном у них Старые танки, БТ Новой техники очень мало Кончайте Сеять панику запрещаю Передайте в войска Пресечь все слухи о войне За панику будем Привлекать к ответственности Нарушение границы Немецким самолетам Передайте в Москву Немецкие самолеты В последние дни Неоднократно нарушали Государственную границу СССР Зарегистрировано Более 48 нарушений Позвоните Риббентропу И пошлите в вербальную ноту Что нового у товарища Голикова? По последним агентурным данным Немецко-фашистские войска Должны совершить нападение на СССР 15 июня Ранее этот срок, как вы помните Варьировался от 15 мая До конца мая Агентура сообщает Что воздушная армия фон Кессельринга Совершавшая налеты на Англию Переводит свой штаб В Познань Сообщается также Что германское верховное командование Отдало приказ Закончить концентрацию войск Ко 2 июня Какое ваше мнение? Считаю Что наиболее возможным сроком Начала действий Германии Против СССР Будет являться момент После победы над Англией Слухи, говорящие о неизбежности войны Весной этого года Против СССР Необходимо расценивать Как дезинформацию Исходящую от английской И даже, может быть, германской разведки А что скажет начальник Генерального штаба? Я уже докладывал вам, товарищ Сталин На тревожных настроениях В приграничных округах Я считаю, что необходимо Привести войска В полную боевую готовность И развернуть первые эшелоны Вы предлагаете Провести в стране мобилизацию Поднять войска И двинуть их К западным границам Это же война Понимаете вы это или нет? Сколько дивизий у нас расположено В Прибалтийском Западном Киевском И Одесском В военных округах К 1 июня будет 149 дивизий Ну вот Разве этого мало? Товарищ Сталин По разведывательным данным Немецкие дивизии Укомплектованы и вооружены По штатам военного времени В составе их дивизий От 14 до 16 тысяч человек Наши дивизии Восьмитысячного состава Не во всем можно верить Разведке Филипп Иванович Шифровка от Зорге Повторяю 9 армий Из 150 немецких дивизий Совершат нападение На советскую границу 22 июня Рамзай Различные сроки Начала предполагаемого Вторжения немецких войск О которых сообщали Секретные агенты Расхолаживали Вызывали сомнения Путали выводы Разведуправления Красной армии Здравствуй, Петр Михайлович Садись Здрасте Рассказывай Ну что Не закончил свое строительство Два батальона моего полка Каждый день работают На строительстве Брестского укрепрайона И вы знаете, товарищ Комиссар Что он совсем не готов До сих пор Ни в одном доте Не поставили Ни одного орудия И никто не торопится Да, со строительством Укрепрайонов Командование округа Не торопится Потому что они Фактически Нам не нужны То есть Как не нужны? Наша военная концепция Не оборона О наступлении Если враг Навяжет нам войну Наша армия Будет самой нападающей Из всех армий И сумеет нанести Противнику Ответный сокрушительный удар И добить его там Откуда он пришел Ударом на удар Малой кровью Читал И фильмы смотрел Ты здесь Не иронизируй Нам твои настроения Известны Я официально Пригласил тебя сюда Товарищ Гаврилов Чтобы сообщить Что на тебя Получен материал Тебя обвиняют В паникерстве И в распускании Слухов О неизбежности Войны с Германией Да Я так считаю В самое ближайшее время Мы будем воевать С фашистской Германией И факты К сожалению Это подтверждают Какие факты Тревожные Товарищ комиссар С погранзаставы сообщили Что сегодня немцы Прямо напротив крепости Проводили промеры Буга Сегодня всю ночь В приграничной полосе Слышался шум моторов Ты что Серьезно думаешь Что немцы будут форсировать Буг здесь На такой глубине Они что там По дну пойдут что ли Может быть и по дну Ну вот что Товарищ Гаврилов Бдительность Дело хорошее Но этим занимаются Люди повыше Чем мы с тобой Что же касается Твоего персонального дела То извини Петр Михайлович Но мы вынуждены Поставить его На дивизионную парткомиссию Которая состоится 27 июня Русские не подозревают О нападении Их разведка Введена в заблуждение Меры Принятые командованием Вермахта По маскировке операций В том числе Частая передислокация Войск Дезинформация О предстоящей высадке Десанта в Англии И другие ложные действия Дали результаты Это был Величайший обман В истории войн Теперь Дело за армией Россия Россия Или колосс на глиняных ногах Как удачно ее назвал фюрер Развалится При первом ударе Живая сила противника Должна быть разгромлена В приграничных Скоротечных боях Как предусмотрено Планом Барбаросса Есть основания Предполагать Что предстоящая кампания Продлится Не более Шести недель Командующий Вторым воздушным флотом Генерал-фельдмаршал Кессельринг Доложит Как он думает Напасть На русские аэродромы Расположенные в тылу Чтобы не поднять По тревоге По граничной части Мы подкрадемся К русским аэродромам На большой высоте Как воздушные разведчики Тем более Что русские Привыкли К нашим разведывательным полетам Мы перелетим Границу Высотными самолетами Поднимающимися До 10 километров Точный расчет Должен обеспечить Появление Бомбардировщиков Над русскими аэродромами Ровно в 3 часа 30 минут Одновременно С первыми залпами артиллерии Примите мои поздравления Кессельринг Это выдающийся план Он единственный Может обеспечить Полную внезапность нападения О действиях полка Бранденбург 800 Скажет штурбанфюрер Скорцень Полк Бранденбург 800 Распределен поротно Между штабами Авангардных армий С задачей захвата переправ В тылу советских войск А также Разрушение линий связи И диверсий Полк полностью Обеспечен русским Обмундированием Многие знают русский язык Операция намечена Прежде всего У мостов через Бук И Двину А также в районе крепости Брест Сегодня в 21 час Мы посылаем в Брест Эшелон с углем В счет поставок Русским по торговому договору В этом эшелоне Вагоны с двойным дном Вот посмотрите макет Здесь Располагаются Три диверсионные группы Хорошо придумано Итак Выдвижение войск К границе Начать 21 в 19 часов 30 минут Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! Приказ фюрера Солдаты Восточного фронта Наступил час Когда я могу открыто говорить с вами В этот момент Совершается развертывание Которая по масштабам Является самым большим Из всего подобного Что видел мир Сейчас вы вступаете В упорную и ответственную борьбу Ибо судьба Европы Будущее германского рейха И нашего народа Находятся отныне Полностью в ваших руках Отряд Подводных танков Вывести вперед Фельдфебелям Раздать шнапс Субтитры создавал DimaTorzok Стой! Ни чизн! Их бидольчий коммунист! Товарищ Сталин Мне только что звонил Начальник штаба Киевского военного округа Генерал Пуркаев Он сообщил Что к пограничникам Явился перебежчик Немецкий Фельдфебель Который утверждает Что немецкие войска Выходят в исходные районы Наступления Которые начнется Утром 22 июня А не подбросили ли немецкие генералы Этого перебежчика? Нет Считаем, что перебежчик Говорит правду Что будем делать? Надо немедленно Дать директиву войскам О проведении всех Войск пограничных округов Полную боевую готовность Добрый вечер Один мягкий до Риги Все билеты проданы Ну, купированные или пласткартные Мне все равно Я же вам сказал, товарищ военный На сегодняшний поезд Все билеты проданы Где наша станция? Где военный комендант? Никого нет Сегодня суббота Вы понимаете, суббота Значит, никаких билетов нет? Ни одного Ладно, поеду завтра Все равно отпуск только начинается Целые сутки ждать Супруга расстроится Супруга расстроится Что это за два? Так в русской полоской командовали? У пограничников своя служба Супруга расстроится Продолжение следует... Супруга расстроится Супруга расстроится Когда отправили директиву в округа? 22 июня в 0 часов 30 минут. Военным округам приказано быстрее передать войска, чтобы в течение ночи они были приведены в боевую готовность. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» «Симон «Симон» «Симон «Симон» «Симон «Симон» «Симон «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гусеницу разбили. Сволочи. Не бог весть, какая хитрость, но для немцев сойдет. Вы ранены? Край. Да разве можно руками, товарищ комиссар? Эрунда. Минуточку. В результате контрударов мех корпусов на Украине сорван вражеский план, стремительный прорыв Киеву. Противник понес значительные потери и убедился в стойкости наших войск, товарищ Сталин. На Западном фронте сложилась тяжелая обстановка. Противник подошел к Минску. Непонятно, что происходит с Павловым. Немедленно вылетайте в Москву. Продолжение следует... Трансур. Продолжение следует. Продолжение следует...